как ваше здоровье то ничего слава господу за всем я сейчас ролик делаю как раз на этом моменте вот остановился о том делаю сейчас вставляю цитату а о том что ходить надо тесными вратами шелдок путь и тесны врата ведущие в райскую обитель нам мы не из робкого десятка пожалуйста пусть христианца будет во всех своих разнообразиях как вот наша знаменитая формула главное единство во второстепенном любовь во всем свободно например как-то так во христе мы единый любовь а у этого человека я они видишь они выходят они вроде просят не ну не зазирать их да не оскорблять никакой вере а сами входит такую конфронтацию то есть они первые начинают меня знает месяц и человек оболок помешали с агрессивно начинают против православия вот мощи там иконы или давайте давайте общаться только не будем трогать вот этих вещей то и ваша люди не в него не выдерживает помощь на глаз и что-то подрывает их мы знаем что изнутри их подрывает я допустим в тех же баптистов там разных вот этих него протестантских движениях лично присутствовал на их собраниях но не в качестве как адепта в качестве как исследователи наблюдателя и я обратил внимание что люди эти и действительно срывается потому что в их богослужении присутствует извините меня элемент зомбированности вот я как исследователь увидел элемента внушаемость они сами себе внушает и окружающим внушает то есть при всех их плюсах за их активность их неся место у них очень много вот именно на мой взгляд а в указство и вот самовнушение то есть ссылается тоже написание но не соответствует ничему просто такое самовнушение это это одна из таких безобидных форм а то присутствует действительно я вот у нее протестантских организациях видел когда непосредственно они какие-то оккультные типа заговоров говорят я прям подошел к одному женщине правда пастор или как они называются я говорю извините не против чтобы там под гитару играете пляшете но с точки зрения вот моего мера ощущения вы не правы они это в чем не право я говорю ну извините меня какие-то африканские вы типа заговоров говорите они говорят ну якобы это языки какие-то я говорю это не языки здесь нет трезвости тут если себе полностью согласен то есть и понятно какой дух там движет при всех при всем моем уважении к этим людям это там бесовский дух движет при всем подчеркиваю моему уважению к традиционному протестантизму и католицизму но все-таки полнота истина в православии у кураева очень замечательная книга есть вызов экуменизма и я знаю что очень многие критиковали но при всех минусах и плюсах там очень замечательно показана линия что полнота в православии безусловно господь может везде действовать мы не можем приказывать духу святому если человек искренне попросит бога где бы ни находился даже какой-нибудь там условно там не христианин но он если искренне обратиться к богу господь он отец он всех любит но полнота конечно в нашем святом православии а вот вы с баптистами с которыми вы общались они вот вообще какая у них аргументация что вот мощи что и что их так мощи то и не то что мощи понимаешь мощи это то что за они цепляются вот а по сути то они дают на то что народ не наученный у народ совершенно ну как это называется язычники вот а за мощи иконы это когда уже пример что не встречает противостояние допустим или человека знающего описание да способным ответить им аргументами какими-то или толкованием противостоять вот они уже начинают вот до эти места как бы понимаешь то есть именно то что не доказывает священное писание но мой опыт показывает я общался подчеркиваю с многими неопротестантами баптистами я знаю что как бы они говорили что в православе какое-то язычество присутствует я очень часто встречал именно у них язычество то есть те же самые суверия те же самые стереотипы несмотря на то что может быть средний уровень знания писания у них повыше чем у средних православных хотя мы знаем таких уникальных православных как и отца олега стене как игнатий тихоныча которые запутали бы любого него протестанта и так далее но я часто видел у них в те же самые стереотипы потому что прежде чем начать реально какой-то миссионерство пусть они начнут себя потому что сколько я случаев знал одного знаменитого сына то есть не сына знаменитого у одного пастора сын он тоже как бы считается пастырем но какие он грехи совершал и какой образ жизни то есть не соответствует всех и все и все их слова как они часто говорят что мы вот живем по библии ничего этого не соответствует потому что мир поглотил все общество сейчас не осталось никого есть где-то они даже и кто протестантизм и есть еще горячие любящие господа вот ну это опять же единицы конечно грех он везде одинаковый даже может быть я могу сказать могу ошибаться у них чуть-чуть даже похуже мои на на мои исследования потому что многие православные среднем так нужно наши знаменитые бабушки может быть они не знают описание но все равно вот это традиция она человека как-то на мой взгляд напрягает правильное правильное русло при всех этих минусах хотя по моему опыту я знаю даже бабушек который хорошо знает хотя бы евангелий для меня это уже неплохой сегодня видишь каким аргументом для них является во первых передачи центральных каналов вот смотрит вот допустим соборы праздники какие-то для них это вот театр какая-то вот идет ряженные какие-то актеры понимаешь золотых одежда вот потом выходят люди там в очередях к мощам стоят вот эти люди понимаешь кругом они это за аргумент как вот эти вещи сейчас посмотри но опять же везде в храмах по всей стране какие-то начинается новое вливание такие проводят праздники новый год проводит один храм деда мороза пригласили ёлку поставили ну надо бы это да тут понятно они права на средства но можно сказать что то же самое они делали в 90-х когда на стадионы загоняли людей там их покупали за жвачки за ручки пусть они на себя посмотрят то же само них когда они устраивают акции там приезжают какие-то там проповедники они тоже шоу устраивают то есть знаете некорректно скажу но как вот такая совдеповская пословица свои фекалии не пахнут у них все то же самое даже в худшем варианте я знаю пример когда я смотрел какой-то язык телеканалов тебе на весеные ну всех пропагандри ангел у них много неопротестантских телеканалов и один и пастырь американский хвастался что то есть не хвастался у него досада была что вот упор на какого-то магната у него турбины у частный самолет свой у него турбины по такого последнего поколения то него нет таких турбин то есть должны ему жертвовать прихожане вот представьте человек колоссальные миллионы может миллиарды имеет и он доволен что у него не такие турбины ну что они говорят при всех о том что они там начинают объединять там патриарха причем я далеко не сторонник современной патриархии но я стараюсь быть объективным я вижу что все те же самые процессы даже в худшем варианте присутствуют и в калицизме и у него протестантских организациях то есть пусть обратят на свои фекалии абсолютно чистых и нейтральных мы нигде это сейчас не увидим мир вы праве искали поглотил всех абсолютно а в америке уж тем более где чтобы я рассмотрю протестантин то только в лице баптизм понимаешь а вот вот эти вот все новообразования это вообще ужас какой-то полностью согласен я хочу начать как раз не список писания наш потому что это будет как раз обращено к нашим друзьям коммунистам сталинистам от иоанна 3 глава 20 стих ибо всякие делающие зло ненавидят свет и не идут к свету чтобы не обличались дела его потому что они злы а поступающий по праву идет свету дабы явны были дела его потому что они в боге соделаны но тему как раз хочу начать коммунизм сталинизм не языческий проект коснемся самой неблагодарной темы это красные оккультизм я буду ссылаться кстати я подчеркиваю на гностического автора он себя к именовал православным но труды его и книги его ну и лек в частности показывают что он был суверным и гностиком но если не брать его богословские философские и библеистические выводы то много у него было хорошего я про григория петровича климова и цикл его лекции божий народ в кавычках и выше социология а также на александра елисеева и его статьи красный оккультизм и христианство религии господ также на антона первушина его книгу оккультный стали также на валерия шамбарова его книги оккультные корни октябрьской революции и михаила назарова великая иудейская революцию он там еврейская заменила и великая иудейская революция в россии роль масона в 1917 году а также на диакона андрея кураева великая отечественная война чудо и сказки и конечно на духовно-аскетический труд на книгу игумена м об одном древнем страхе здесь рассматривается как раз вот тема люди отступившие от бога люди отдавшие себя в стихии так называем называемой светскости отступившие от бога богом что с ними происходит вот эти все последствия в влечении оккультизмом восточной мистикой все левые проекты во-первых масонские каббалистические а во-вторых несут чисто религиозный экстремизм я подчеркиваю именно религиозный экстремизм вспомним что те силы кто пришли к нам у нас ну совершив революции 1917 году что что они в себя несли марксизм большевизм ленинизм сталинизм анархизм и другие левые проекты как и нигилизм либерализм дарвинизм феминизм и прочее прочее что было модно в девятнадцатом веке все те революции которые были в европе у нас 1917 году привели к власти сатанистов всех толков и видов а за этим шел пышным цветом оккультизм суеверия неуязычество эзотеризм теософские идеи и прочее мракобесие большевики и коммунисты как они именовали сталинисты как бы ни себя не называли состояли на 90 процентов из иудеев талмудистов антихристианских сатанистов большевики коммунисты сталинисты вели антихристианские культы суверия оккультизм неуязычество сами адепты красных оккультных религий говорили что мы делаем все в кавычках то есть мы несем новое в кавычках новое взамен христианство а это все анти ну по-гречески анки вместо христианство что есть антихристианство коммунизм сталинизм и другие левые идеи имеет признаки оккультных бесовских религий ну к примеру всем известно так называемый мавзолей мавзолей ленина он же ульянов он же бланк по матери который был и есть форме древних месопотамских оккультно-языческих храмов в которых приносили человеческие жертвоприношения а сам мавзолей ленина он же бланк это бесовский культ зиккурат кстати к этому зиккурату современные коммунисты ходят поклоняться несут цветочки а это религиозный акт как раз мы когда говорили матчах у этих оккультистов свои мощи сейчас надо дальше эти хурат это это вместо силы как бы преобразование какой-то определенной энергии до об этом стать очень хорошо в исследованиях показывает юрий юрьевич воробьевский об этом неплохо говорил назаров сейчас я ну да говорит живой слава богу об этом очень много исследователей говорят так как и справа так слева как центр независимо от своих политических взглядов кто искренне является христианином и следовал этот вопрос без всякой ну то есть искренне то есть видим что это действительно место силы только не нас не наше место силы это чисто демоническое вот ролик еще насколько достоверно верить и верить сняли как-то ночью установили скрытую камеру и где ленин там приподнимается в этом гробу в своем американский специалист по паранормальным явлениям профессор университета филадельфии джон капри решил рискнуть своей репутации весьма сомнительной истории впрочем как говорят ученые в паранормальном все сомнительно но в этот раз профессор капри превзошел других исследователей смелости своих заявлений он опубликовал заключение видео которое в интернете получила название пленка с двигающимся лениным это вроде как съемка произведенные в мавзолеи глубокой ночью камерой наблюдения тело в саркофаге вдруг начинает шевелиться мумия тянется всем телом вперед и падает обратно смотрите внимательно обычный монтаж и спецэффекты так отреагировали на видео блогеры но американский профессор сейчас объявил результаты его исследований показали что никакой вид монтажа или спецэффектов к видео не применялся эксперты не смогли найти никакого наложения слоев до краски вставки кадров обаду тому подобного американский профессор предлагает к этому анализу и свои предположения об этой видеосъемке ну понятно какие выводы могут сделать специалисты по паранормальным явлениям ленин жил ленин жив ленин будет жить но я знаете не сторонник может быть и какая-нибудь специальная профанация или дело в том что конечно безусловно возможно мы знаем примеров множество когда демоническая сила проявляла себя через своих служителей через свои символы потому что не зря жить святой константин или те святые воины которых мы уже говорили говорили в прошлый раз почему они относились очень радикально к символам то есть борьба символ потому что опыт показывает что демоническая символика она несет за собой серьезную может быть силу не для нас но для людей незащищенных благодати духа святого незащищенной верой незащищенной христом может действительно быть и в поражении может быть воздействие возможно в революцию адепты красных культов звездили младенцев вот это же религиозность до сих пор они ходят со своим вот этим значком вот недавно показывали зюганов в октября то предпринимал детей это очень страшно сети 7 вся эта символика сатанинская оккультная людей посвящает в этот культ был символ но он видимо не прижился в начале виде крестного знамени на себя человек звезду накладывал то есть зрелился как у нас это делал обрет крещения дата у них происходил вот это вот звездение но они кстати подчеркивают что их религия как говорит дмитрий смирнов я делаю ссылку на знаменитого авторитетного священника русской православной церкви московского пиархата что это было было и есть религия причем религия антихристианская созданная масонами и иудеями каббалистами особо хочу выделить символ всех левых культов это пятиконечная звезда это не просто масонский символ это символ всех магов оккультистов эзотериков это символ всех сатанистов мира вот пятиконечная звезда она если взять современных сатанистов ну и древних сатанистов она используется в магии каббале в мистическом учении людей и просто даже если коммунист кто-то возьмите значит начнет возмущаться что как же так мы обвиняем в каком-то сектанции неуязычестве но господа посмотрите то символ ваш самый главный он несет как раз конкретный символ сходите к той молодежи кто увлекается готикой все до готикой кто увлекается вот этой темной мистикой обратите внимание что пятиконечная звезда у них везде чтобы я вчера дочери только говорили на эту тему ну как раз то что модно сейчас на детской одежде вот на где-то покрывало каких-то домашних условиях в обиходе где-то везде вот эта мода вот я и говорю чтобы дети модернг вот эту не одевала вот в этом есть прославление а вот и сам задался вопрос смотрите с каких времен то да да об этом очень если нас опять же кто-то начнет обвинять что мы сидим и с пальца выковырием как говорит наш президент владимир владимирович путин может посмотреть источники масонские энциклопедии пусть посмотрит исследование даже того же юрьевича воробьевского профессора московской духовной академии алексеевича осипова священника алексея мороза ну и других очень много авторов назарова михаила то есть чем людей изначально звезда означает ту пентаграмму которую мы сегодня видим да бафомет да это образ сатаны и те силы кто пришли в 1917 году к нам у нас на русь уничтожив христианскую монархию уничтожив христианское государство были сатанисты мы уже об этом говорили придется повторяться атеизм это оккультное суеверие осознанно этими сатанистами масонами а мы еще ничего они предлагают они видимо завалировали немного повернули да и как бы уже символ меняется но там я вижу прямой сатанизм как красный цвет это каббала символ и пятиконечная звезда это взывание к сатане прямой символ пятиконечная звезда и красный символ это конкретно сатанинская символика который висит над кремлем разные просто жить мы должны знать что и масонские направления и оккультные сатанинские они тоже между собой грызутся и слава богу кстати суть не меняет пятиконечная она может быть бафомет перевернутый она может быть развернута как вы сказали может в кругу быть может с каббалистическими силы пятиконечная звезда это символ всех эзотериков масонов каббалистов магических практиков в основу по всему миру это повсеместно используют если мы посмотрим на многие магические направления оккультные то мы увидим пятиконечную звезду ну и конечно же у всех сатанистов мира абсолютно все нужно помнить что бронштейн был масоном и сатанист ну который троцкий дали как он как у него прозвище было я кстати раньше тоже так его называл в лично познакомился с белыми иммигрантами избила гвардейцев кто был верно поданы россии российской империи государю николая второму и одна семья рассказывал что будет вы не называете его он бронштейна я что тут такого ну какая разница они говорят что это ту фамилию который взял якобы не знаю насколько это правда это был белогвардеец который убился за россию за государя а он просто паспорт его использовал он выкинул фотографию убитого белогвардеец и взял его фамилию он бронштейн такой бронштейн использовал он был масоном эзотериком каббалистом сатанистом он был иудеем ненавистником исторической православной россии ненавистником христианства праздники красных оккультистов чисто не языческие оккультные суверные талмудические каббалистические это новый год кстати который мы сегодня говорили не языческий культ дед мороза это магические праздники 1 мая это иудейские талмудические праздники 8 марта и 23 февраля это культы марксу энгельсу ленину джугашвили он же стали ну и другим у протодиакова андрея кураева у него книга есть каждый от антисемитом есть есть глава посвященная 23 февраля и 8 марта где эта тема вся обсуждать поднимается эта тема и говорится что и 8 марта 23 февраля это праздник пулин их у христианцев никак не имеет никакого отношения это чисто иудейский праздник пропагандисты оккультных не языческих идей и красного оккультизма это евразийца александр дугин кстати я хочу сказать что и к александру гельевичу отношусь с большим уважением это очень мудрый очень интересный очень образованный разносторонний геополитик и слушать его лекции одно уж простите такое скажу ну одно наслаждение очень мне нравится но у него но очень много оккультизма эзотеризма и сама евразийская концепция или идея антихристианская антиславянская вспомним что гумилёв когда писал свои труды у него есть книга великой степи если мне память не изменяет великой степи русь если проанализировать гумилёвщину ну это псевдоисторические во-первых труды а во-вторых это замаскированный ненависть к славянству соответственно идея евразий евразийца дугина она мягко говоря не друг не мягко говоря она то есть она нехорошая нехорошие по отношению христианство и к славянству то есть если человек считает себя славяной филами и любить сторон как патриотом он не может принять эту концепцию потому что эта концепция несет много зла и более того очень много профанации когда они видят зло только в западе а исторически пока исторически нам показано что зло находится но если говорить с точки зрения политики со всех сторон оккультист александр андреевич проханов всем известны вот он кстати маскируется под православного если проанализировать лекции книги александра андреевича проханова то можно заметить что это псевдо православный оккультист с неоязыческим отливом у него там и мертвые друг другом борется и множество бред не это его соратник сергей ервандович кургинян андрей ильич фурсов это геннадий андреевич зюганов лидер коммунистической секты это александр петрович никонов суверный атеист гностический оккультист ненавистник христианства это эдуард лимонов это лидер нот евгений алексеевич фёдоров кстати в нем в его лекциях очень присутствует кармическое мышление это антихристианское это из индуизма это кстати с тем известно на нем я хочу особо остановиться николай викторич тариков кстати многие православные христиане по всему миру считают апологетом православие потому что в своих лекциях он выступая даже против него язычества и искренне христианин может поверить что вот он апологет до сталинист как их еще назовем называть не хочу никого обидеть странинисты он искренне странинист никого не хочу обидеть но это термин вели белые монархисты уж извините если они вели мы ими пользуемся и если наши братья искренне православные христиане видят что он апологет я хочу сказать нет я просто хочу обратить внимание пусть глубоко изучат если кто сомневается посмотрит на его книги потому что по моему катасонов если мне память не изменяет об этом кстати говорил экономист я допустим не экономист а вот он был доктор наук и он говорил что стариков врет и искажает действительность ну и конечно исторически он искажает все его книги всего творчества она направлена именно на этот культ личности именно на возрождение антихристианца я не уверен что он не искренне он вполне может даже искренне заблуждаться то есть люди мы есть люди и мы грешны да я хочу отметить что я лично знал одного донца казак русский православный человек казаки наши донские этот мужчина он в начале двухтысячных умер это далеко почти под сто лет ровесник был он революцию пережил когда он был молодым парнем молодым мужчиной он мне лично рассказывал этот как казак православ за веру царя отечества он говорил что было какое-то помутнение с рассудка где-то мне рассказывать я был лично рад революции я думал это все краю добраться в эти масонские лозунги чем они часто кричат до сих пор но мне рассказывать но потом пришло сознание когда мы увидели террор это кровь и он говорит что никто не прав ни белый не красный все виноваты потому что когда мы сейчас примеру родную малороссию которую украину идти и другие друг друга убивают не жалея брата убийственная война понятно что стоят за этими определенные силы стоят это масонские структуры ну то есть кукловоды это все понятно но когда люди уже обозлились они не помнят роли первая кровь она и решает исход любой революции война то за что начинается ради вести он убил моего да я пойду убивать его все да 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 кстати мне семереченские казаки рассказывали вот в киргизии события были киргизы субъеками дрались и рассказывали что ловили провокаторов которые приезжали и стреляли в ту сторону в эту стом также это было на майдане украине когда третьи лица это разжигали а люди уже обозлившись так вот метод дамской казак рассказал это потом пришло время и мы увидели пришел стали и он горю какой ужас это были репрессии то было это было просто страшная кровь и говорит о том что там как стариков говорит он всего там полмиллиона убил некоторые говорят он 10 миллионов и стариков говорит но всего лишь полмиллиона это он там только кто виноват вот я лично общался с человеком который все внутри же он говорит это был ужас но где я жалел что я был сторонником этой называемой революции вспомнив что джугашвили разделил русский народ ибо политика украинизации это русофобская политика до революции были великороссы малороссы бела белороссы но и русины карпатороссы которые проживали в австро-венгрии славянских странах и все они были русскими современная украина украина это проект австро-венгров и большевиков вспомним что большинство территории украины это исконные земли руси и потом уже российской империи и все эти беды которые мы кстати наблюдаем это кстати плод ленинизма и сталинизма вот эти красные культисты они устроили нам братоубийственную войну этот красные культы они до сих пор делят наш народ если кто-то хочет примириться то я обращаюсь к красному культистам так вы начните себя уберите все эти красные культы всю эту символику и мы можем примириться допустим для православного христианина это нормальное явление и прощать ну вы покаетесь потому что красный сатанизм он принес только горе россии русскому народу что такой чумы еще не было и к сожалению мы эти плоды наблюдаем я недавно с парнем садим разговаривал а он западной украины и ну блин ну прям в наглую у меня бабушка западной украины она в общем бенецкая область город не важно и вот я пол жизни своей проездил начиная с 70-х годов туда и там все понимаешь все говорили украина мы едем на украину мы с украины это нормально было посмотрите народ буквально за 20 лет изменили а вот туда вот нас вырастили мы понимаем мы это понимаем но мы понимаешь умышленно это скрываем себе но я могу применять не только у вас бабушка с украины сергей но у меня то же самое за эти у нас как у вас с вами у нас много похоже у меня тоже бабушка она по украински разговаривает моя прабабушка она даже по русский по они разгаром то есть по мужской линии русский человека по женской линии малорос я даже даже с бабушкой как-то вот мой часто беседами и приводил исторический аргумент она полностью согласилась игру это земля казаков исторически мы если возьмем 17 век который современно к это ну вот который донецк луганская днепропетровск это земля казаков это все было освоено при екатерине русские земли а если взять исторически малороссия но западная украина да тут сложнее это образование где они были под постполитами под нашими братьями славянами кстати я часто задаю вопрос нашим оппонентами я говорю назовите историческую русь они вот любят нас как бы русские в комплексы загонять что вот вы были под орду и там под игом были я говорю не 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 исторически русь не вся была север платил да не то да а вот литовская русь балтийская русь которая была 16 веке еще русью что произошло с ней а катали когда пришел к пришел католицизм агрессивные то из наших родных вот кто и является нашими родными братьями славянами так это чехи словаки откуда православие кстати пришло морали поляки это близко родственников практически очень были родные наши братья и когда пошла экспансия за западного католицизма но западного условно это термин советский с точки зрения нашей географии русь это север рим это юг восток это византия когда пошла вот это ну и сложно знать крестовым походом а так скажем антиправославная политика пап римских то католичнее сначала польшу прибалтик и вот эта политика религиозная и она привела экспансия да она привела к тому что латинство она убивает русскость потому что исторические мы возьмем что на территории польши и чехии и словаки и западной украины проживает коренной народ русины это те кто сохранили свою русскость но они православные если человек становится католиком или униатом он потеряет свою русскость если мы возьмем до примерно 14 год 1914 год больше ста лет назад туда же город любовь он был очень на 90 процентов русским а когда была так называемая первая мировая война на самом деле на вторая мировая война потому что первая была при наполеоне но если глобально брать то в первую мировую войну вот вот эта политика австро-венгерской генштаб поставил задачу что русскость она будет очень опасна для австро-венгерской империи это была целая политика ну а потом дальше продолжили большевики украинизацию украина это проект австро-венгров но я могу даже добавить что это проект австро-венгерских масонов и уидеев но эта тема как мы знаем уже много раз там об этом говорили так что я буду говорить геополитических терминах что это австро-венгрия и большевики продолжили хотя тяжело дать определить можно целое делать целую посвятить там я не знаю передачи целые такие русскости что это такое но мы каждый из нас понимает что это вот так образ надо такой образ возникает вообще не с протестантами с теми же я вижу вот наши вроде братья да вот славяне вот как раз вот в этом протестантизме они теряют часть вот этой русскости замечаешь конечно я хочу отметить что протестантские движения они несут мы уже об этом говорили это типичный soft power это типичная геополитика когда человек входя в какую-то традицию он даже не знает что эта традиция думает что это библейская образованность но на самом деле там это типичная американская упаковка сникерские марса джинс в тех 90-х годов которые к нам пришли это целенаправлая политика чтобы люди не знали своих корней и кстати а почему не язычество набрала силу вот именно к которому уже говорили культово потому что это искренне молодежь приходя в московский патриархат наша я называю это кривославие когда люди внешне православные ну а по сути они несут и куменизм и идеологию такую чисто космополитизм типичная вот эта глобальная политика о которой читал лекцию отец алексей мороз масонцы глобали ну чисто такое под видом православия антихристианство такое все все позволено винегрет и к сожалению многие молодые люди молодые ребята они вот сталкиваясь с такими ткачелами они уходят не языческий сект протестантизм он американский проект new age вот мы сейчас обратим внимание на телеканала тебе тебе три ангела сену и другие не протестантские телеканалы они все даже свои символики в своем каскаде американском звучат это американская американские символами американская терминология вот и даже вам пример только когда как-то приходил на какое-то собрание ну и наблюдаю несколько сложилось впечатление сергей как будто я смотрю американские фильмы соответственно мне было весело он даже интересно вот это вот эти жесты эти два окей брат вот это я не понимал куда я попал это голливудское шоу какой то то есть с одной стороны весело интересно а с другой стороны это печально наших людей делают американцы американский акцент у них появляется вот откуда он вроде не знает английского языка акцент у него американский да полностью согласен так все это мы наблюдаем я очень много раз вижу причем не просто и стелись это одежда вот эта вся американская то есть у них даже знаете мы знаем по море кренера если не ошибаюсь есть такой пастор вами в москве вот он женил своих всех сыновей на наших русских девушках и вот обратите внимание сыновья они русские знают очень так ну замечательно очень хорошо очень прекрасно то есть это одна из вид как и меньше кажется колонизации когда приводят лидеров и людей втягивают потому что если мы обратим внимание что они уже не русские люди когда попадают в секты американские они становятся людьми лучшем случае нейтральные а порой и противниками православия вот если мы наблюдаем форум вот форумы где собирается не то есть не протестанты их сайты я наблюдал что у них прям агрессия к православию у них ненависть к исторической россии по-моему я не ошибаюсь вы даже с каким-то парнем общались мужчиной как же его зовут александр дмуха да если не ошибаюсь эксандр фамилия ну да я обратил внимание что некоторые выводы у него замечательные умный человек прекрасный оратор мне понравилось как он общался как личность может быть я с него многом не согласен я вам и сказал свое мнение но я вижу что психология американцы американцы а я сейчас не только на эту тему я говорю у тебя дух-то баптистский он говорит да ты что он уже засмеялся я вижу вас пятидесятник я говорю я читаю только строчку одну текстовые строки и вижу какая конфессия мне пишет да 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 и дух и жесты поведения и обратить внимание у них у всех вопросов к исторической россии знаете что ничего смешного пусть они не обижаются я обратил внимание что они все каком-то мессимирном пробуждении думают и прям фото на скоро начнет вот они найти вот такая у них наивность вот русский народ не знал библию вот не знал а вот узнал и вот целая пашковская организация пошла и вот ничего подобное это вера в тысячелетнее царство то что у них не только вера в тысячелетнее царство у них вера знаете что будьте мирное какое-то пробуждение насколько показывает исследование я допустим тут согнать этих на чем не согласен я свое собственное проводил исследование знаю что многие православные христиане при всех минусах что мы может так не изучаем библию как они это правда но евангелия знаю что многие читают и послание апостола вот я в одном из храме просто проводил специально из игнатия тихоновича исследования в процентов 70 неплохо читает его ангелия масла не изучают они читают и читают ну да понимают они по-иному да да я согласен что мы православные христиане во первых у нас богослужение большое и мы не обращаем внимание допустим те исследователи ну которых я упоминал отец олег стене ну или другие того салатков не память не замечать питанов вот есть исследователи кто хорошо общается с баптистами они непосредственно изучают а православные люди они живут в них круг баксу же мы созерцатели больше мы не изучаем если начинаем в диалог вступать с него протестанты конечно мы неплохо можем баканы на минать но насколько опыт показывает они как зомби сергей вот на мой взгляд начинаешь им приводить пример места описания они не слышат у них происходит вот как затмение они не слышат не видят то есть я могу ошибаться но сколько вот приводил примеры и места описания и если человек адекватно он согласится и промолчит а неадекватность он как бы они не отрицали они пользуются не своим но самозванцы не все но что я приду в гости к некими людям и там будет автор ну допустим знаменитый есть писать александр дюма я возьму его книгу допустим как граф монте-кристо и начну толковать с позиции себя александра когда они начинают утверждать что все переписали все плохо то я задаю вопрос но если все переписали ваши исти диалог когда если тогда переписали там так сейчас уже кто знает исти то есть пришел некий дяденька и начинает утверждать вот все давно переписали а вот я вам там бог там белеслав или там бог какой-нибудь если однажды начали переписывать первом веке к примеру или пусть четвертом веке то кто же остановится на этом если бог пропустил однажды то это перепишут на столько что не подступишь конечно и все перепишут и потом смысл тогда уже изучать уже все переписали тогда зачем ваш аргумент уже беспочвенный и смешной но если вы утверждаете все что переписали то откуда вы можете знать вы можете пользоваться теми господь обещал что ни одна йота ни одна черта не пропадет из писания что все остается целостности кстати я обратил внимание тех же от него протестантов при всем том что они отрицают предание у них чисто у них то же самое предание у приходишь в лавке условной лавке в их магазины как по их организациях и видишь то же самое толкование библии там всякие рекренеры там всякие нужен их но множество разных и просто авторитет и все более слабые то же самые авторитеты то же самое при этом же самый канон под канонами подразумеваю что тот определенный стиль определенная причем повторяется музыка определенные слова ну то есть но у вас тоже самого своего служения который составит свой канон свое предание более того вы многие кстати используют православные авторов если не ошибаюсь кураев еще в 90 годах когда он преподавал святотихонском богословском институте он делал такой прикол ну юмор какой у него был приносит тексты протестантских проповедников и говорит ну ка это откуда взято и допустим ну кто у него учился должен сказать что это взято у григория низкого это у григория богослова это там антони великому так далее разных от в это у василя великого то есть григорий богослова селе великого и так далее и потом говорит а это протестанты использует своих проповеди наши православные предали то есть спрашивают что что-то так отрицrecите православия что многие ваши виднейшие проповедники миссионеры используют своих трудах православного богословов, православное предание. Дело будет настолько уже открыто и нагло мне. Позавчера один баптист прислал ссылку на то, что баптизм существует уже 12 веков. Это знаете, Сергей, как и многие неуязычники наши, братья-славяне. Реальное неуязычество появилось в 90-х годах. Ну, реально. Там были кружки определенные с 70-х годов, 20-го века, а реальные с 90-х годов, 20-х годов. И вот они начинают нам говорить, что некие волхвы им передали знания, ну, всякие там Белеславы, Доброславы и так далее. И что вот они им передали знания, и вот они там 10 тысяч где-то по лесам бродили, всякие их творчества. Ну, то есть из этой серии. Смешно это все. На нашей-то земле реальный баптизм в таком широком смысле. То же самое с неуязычеством. Это все недавние явления. Фотографии остались еще. Это чисто были православные люди. Такие же с бородами, с такими же русскими глазами, в таких же одеждах. Это были православные, которые просто откололись. Конечно. И потом мы можем сказать, что протестантизм, он нес зерна. Я не отрицаю. И нес. Но, опять же, это искаженность, это очепенцами они были. У них были зерна, что было, осталось от православия. А уже со временем у него протестанты, это уже просто я не знаю, с чем сравнить. Но мне, знаете, понравилось, может быть, там у него протестанты обидятся, но, по-моему, диакон Андрей Кураев, когда он еще был диаконом, сейчас он протодиакон, у него была знаменитая из статьи. И он в лекциях как говорил, что баптизм у, то есть, лютеранца было рождено в сортире. Он приводил пример, что лютер, он страдал определенными проблемами в организме и свои послания писал именно в уборной. И смешно, что некоторые люди почитают его уборную или его там Ну, нашли, да. Нашли фундамент в уборной там и гордятся тем, что человек болен был. И потом, по-моему, если не ошибаюсь, это исследователи рассказывали, что лютер явилась демоническая сила, и он запустил чернинице, по-моему, если не ошибаюсь, в нее. То есть, не крестным знаменем защищался, а не мог защитить. То есть, это признак, что определенные силы тоже манипулировать. Да, было много с чем можно согласиться, потому что я лично наблюдаю у нас в московской периархии и в католицизме тем паче встречаются вот эти все искажения, эти все грехи. Но уйти и начать бороться, и причем еще больше породить. По сути, это же хорошая шапка борьба с интульгенцией. Это неплохо, но оставайся в тех же рамках ты и борись. Ну, зачем дальше ты пошел? Конечно. Можно было оставаться ревностным христианином и бороться с этим изнутри. А кто против? Нормальные христиане только за... Вот, к примеру, протодиакон Рекураев поднял тему лобби вот этого знаменитого, ну, и борьба с ней. И сколько на него стали выходить священников, архимандрителей, епископы, которые втайне его поддерживают. Ну, и так далее. Панамарии, подиаконы, монахи, иеромонахи, которые нормальные люди. И с этим борются, с этим явлением, с этим лобби, с этим педофилистом, с этим садомией, с этим взрывчатом. Такое здорово, что люди, но если все начнут выходить и создавать свои секты, ну, что это будет? Только будут радоваться враги. Потому что я часто подчеркиваю, враги есть не только внешние, внутренние. И внутренним врагам будет выгодно, чтобы активные, искренние, верующие, хорошие христиане будут уходить. Они будут только рады. Они будут... Я на себе только убеждаю еще вот в очередной раз на прошлом деле, что люди, которые откалываются, которые отходят от каких-либо организаций, они идут с той целью, чтобы привлечь к себе людей, чтобы научить их тем знаниям, которые они, ну, как бы, например, человек наполняется знаниями, он хочет их передать кому-то. Это вот, это как раз вот на этой почве происходят новые ответвления вот эти. Из-за гордости. Человек по-своему понимает и хочет научить других. Да, да, согласен. Тут как раз немножко неуязычества коснусь, уже немножко и конец. Также сильнейшие пропагандисты оккультизма, суеверия, неуязычества. Это Сергей Евгеньевич Дружко на телеканалах ТНТ, ТНТ-4 и его оккультная программа «Небесимый, но факт». Также на ТНТ идет битва экстрасенсов, как я называю, битва сатанистов. Это оккультист Геннадий Малахов, всем известные его книги. Он на первом канале выступал, Малахов Плюс. Это все телепередачи на телеканале ТВ-3. Охотники за привидениями, мистические истории и другие. Это оккультист Павел Глоба, кстати, и Татьяна Борщ. Самое печальное, что на федеральных каналах этих людей, как я не знаю их назвать, оккультистов, но то, что они оккультисты, сто процентов пропагандируют их и пиарят. Вот был Новый год, христиан, то есть к Рождеству готовились, начали пиарить этого Глоба, он начал свои предсказания, что там год какого-то петуха, что какие-то зодиаки у него зашли. Ну, Глоба и Татьяна Борщ, и все пропаганда астрологии. Борщ из фамилии у него опять? Да, Татьяна Борщ, Татьяна Борщ. Это оккультно-сувердное суеверие, как вера в карму, фэн-шуй, пересильный душ. Ну, и об этом уже говорили, я просто вскользь. Это хочу отметить особый пропагандист неуязычество, оккультизм и суеверие. Это Сергей Прокопенко и его проекты «Военная тайна» и «Самые шокирующие гипотезы». Ну, и телеканал РНТВ. Ну, и его же соратница Татьяна Чапман. Все эти передачи, оккультные, суеверные, там пропаганда, фантастические бредни, неуязычество. Выступают такие оккультисты, как башкирский, офтальмолог, Эрнест Равгатович Мулдашев, искатели Антарктиды, Атлантиды, Гипербории и прочего, и прочего. Там великанов, может быть, они и были в ветхозаветной истории, но там все подается в соусе неуязычества и оккультизма. Это, конечно, я хочу отметить талмудист-каббалист, выступающий на России. Один Владимир Соловьев. Ненавистник христианца. Кстати, на Владимире Соловьеве я хочу особо остановиться. Владимир Соловьев является культовым талмудистом, практикующим каббалистом. Он иудей. Вы можете в интернете найти его высказывания о Христе. Он, в частности, это, если я не ошибаюсь, старая передача «Два против одного». По-моему, так называется передача. Мадерэнти может посмотреть. Где он непосредственно высказывается о Христе. Что мы бы его закидали камнями. Что это не ваш Христос, а наш Христос. Где он пиарит... это прошлое. Я видел несколько передач, он приглашает Смирнова на радио. Батюшку там... Да, 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 да. Я сейчас дойду до этого. Да, 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 да. Я все это вижу, я знаю, я слежу, я геополитикой. Увлекаясь, это мой конек, моя тема. Мне это с детства интересно. Все да, все верно. Но не нужно забывать, что Вести ФМ, Россия 1, ну и множество вот этих телеканалов, они принадлежат Кремлю. И естественно, политика будет вестись та, что заказывает главный наши... Главный, так скажем. Но Владимир Соловьев, он каббалист. Я вам приведу пример. В одной из передач он талмудический воскресный вечер с Владимиром Соловьевым, где он непосредственно в открытую засвидетельствовал талмудическую, этническую избранность иудеев, приводил пример каббалистических мудрецов. Это очень лукавый человек, как его называют исследователи, хамелеон, который окрасится в любой цвет, какой нужно будет вам. Но этот человек, если вспомним его знаменитое выступление, знаменитую его кощунственную книгу «Евангелие от Соловьева». А его религиозное устремление, его политическое устремление, это на Антихриста. Он это свидетельствовал, когда он сказал о избранности. На костюм он такие дорогие, на каждую передачу у него новый костюм, наверное, несколько тысяч долларов стоит. Денег немало надо. Конечно. Это человек из иудейского лобби. И он базируется на своем иудействии. Просто он очень умный человек. Он же понимает, что он выступает на многомиллионную аудиторию, которые смотрят не только в России, но и по всему миру. Естественно, он будет говорить те вещи, которые будут приятны около русского человека. О каком-то патриотизме он говорит, да, приятно, но мы должны смотреть суть в корне. Потому что многие друзья наши могут находиться в московской патриархии. Они могут говорить красивые словеса, замечательные речи. Они могут нам казаться патриотами, а не враги. Почерки, враги есть внутренние, есть не только внешние, но и внутренние, которые могут быть, как в Евангелии сказано, волки в овечьих шкурах. Выгодно быть членом хотя бы какой-то организации, даже фан-клубов, футболистов. Потому что человек должен, ну, сегодня это, можно сказать, обязанность, должен быть в какой-то ячейке, принадлежать кому-то обязательно, чтобы за тебя кто-то мог или постоять. Ну, по насчет фан-клубов, это моя тоже тема. Я знаю многих представителей разных футбольных, хоккейных, вот этих направлений. Я могу сказать, там люди разные, там есть как неюзычники, так люди православные, которые абсолютно никак не связывают свои религиозные взгляды именно с фан-движением. Это чисто действительно объединение молодежи. Я не вижу, если честно, в этом прям сугубо плохо. Там много и хорошего есть, когда люди даже заняты чем-то. Тут вопрос в том, что людей оторвали, как бы разобщили, да, раньше общины были везде по всему миру, то есть, так же и в России. Какие-то организации, села были, люди, у людей было одно дело, одно занятие, одно творчество, один труд, да. А сегодня, видишь, не имея этого, люди все равно ищут этого и вот находят вот такие, как бы, как их назвать, подобия вот этого общины. Согласен. Так и есть, к сожалению. Потому что, когда пришли к власти сатанисты в 1917 году, хотя, говорят, они раньше стали проникать там со времен и ереси жидовствующих, ну, потом при Петре они активно начали развиваться. А в 1917 году, когда у них была полноценная власть, они, безусловно, ударили по семье, по христианству, по традициям. Естественно, из этого все вытекает. Мы могли бы критиковать там российскую империю, там до Петровскую Русь. Но, к сожалению, 1917 год нам показывает, что пришла катастрофа и все эти последствия мы наблюдаем. К сожалению, от этого неюзычество, изотеризм, оккультизм, магизм, сатанизм с пышным цветом сейчас пышет. Важно то, что у них все получилось. Вот сегодня, посмотри, они просто уже сегодня как бы ну, разрешили свою программу, можно сказать. возьмем тут же планирование семьи, я вот с молодежью разговариваю, вот, а уже эти женщины молодые, да как это, это нормальное явление, мы должны сходить туда и нас должны проконсультировать. Вот, женщине обязательно, ты видишь, уже потеряно даже инстинктивное вот такое вот воспитание ребенка идет, она понимает, что ее должен кто-то научить этому, как кормить грудью, как мыть ребенка, хотя раньше это передавалось. Буквально это наследственно все должно происходить. Полностью согласен, так раньше в деревнях, допустим, когда жили общинами в православных, ну, христианских общинах, девочка с детства готовилась мамой быть. И для этого это была норма, большая семья, а сейчас, к сожалению, мы уже об этом говорили, средства массовой дезинформации, которыми владеют господам, в кавычках господа, масоны и прочие там каббалисты, сатанисты, они же навязали свою идеологию, они пропагандируют феминизм, там, дарвинизм, оккультный сатанизм, он же типа атеизм, суверие это оккультное, ну и так далее. Они все эти вещи насаждают и людям внушают, и люди потом уже считают, что это их мысли, что они уже так должны жить. А это вся пропаганда через журналы, радио, кино, прессу, интернет, средства массовой дезинформации. То есть все это подогревается и направляется. Про Соловьева, кстати, хочу отметить его друга талмудиста, поступающий под псевдонимом Сатановский, Евгений Янович, кстати, выступающий против православного патриотизма. В 2006 или 2005 году, если мне память не изменяет, Евгений Янович, выступающий под псевдонимом Сатановский, это псевдоним, тоже иудей, тоже активный талмудист, каббалист, он призывал всех, кто выступает за веру царя Отечества, вешать на столбах. Это, представляете, какие друзья у нас? Это лучший друг Владимира Соловьева, Евгений Янович, Армагедоныч, как его называют, Евгений Армагедоныч, Сатановский. Спонсоры революции, в частности, на Руси с 1917 года, это иудомасоны, Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы, Шифы, Барухи, Куны, Лейбы, Варбурги и множество других из кланов, или точнее из Кагала 300 иудейских масонских семейств. Или как их называют спруты, или глобальные транснациональные Кагалы. Коммунистическая, оккультная, неюзыческая религия жесткой рукой навязала космополитизм. Это смешение этносов. Кстати, большевизм, коммунизм пришел в нашу Русь, а мы об этом уже сегодня говорили, приходится повторяться. Их цель была разрушение всего традиционного. Традиционной культуры, традиционной семьи, традиционного уклада. И навязали они вот именно космополитизм, Новый Ваилон. Это одна из глобальных вот этих направлений против славянского мира, против европейского, кстати, мира. Это мы наблюдаем. И во всем мире уничтожение традиционной семьи, уничтожение традиционного быта, уничтожение традиционных традиционных этносов. События развиваются, когда Господь сказал, что для их сократит то время. И вот посмотри, еще два-три года назад, может быть, пять лет русские завидовали европейцам, да, ну, как шикарно они живут. Посмотри, что происходит в Европе. Это кошмар. Кошмар. Люди, люди воду экономят. Зарплаты не хватает. Человеку не хватает зарплаты, чтобы накормить ребенка. Да. Если я не ошибаюсь, об этом даже очень замечательно говорила жительница Европы Елена Петровна Чудинова. У нее, кстати, замечательно есть книга «Мечеть Парижской Богоматери», если я не ошибаюсь. И она очень замечательно говорила, что многие французы, европейцы, британцы, они прям криком кричат, говорят, но я, говорит, и так один кормлю 8 мигрантов, которые приехали с Ближнего Востока, с Африки северной. И что, говорит, действительно и воду экономят. Я знаю случаи, у меня просто много знакомых, родственников в Германии и других странах. Я слышал о таких случаях, когда люди моются, и после них моется вся семья. То есть в те 90-е годы, когда многие мечтали уехать на так называемый Запад, сейчас мы наблюдаем, что там такая деградация во всех сферах, и педофилия пропагандируется, уже партия педофилов в Голландии, в Британии и других странах выступает. Говорят, дайте нам права как геи, где проходят гей-парады. Ребята, геи, парады, это парад, это парад победителей. Получается, Европа победила садомия. А надо вспомнить, что классическая языческая Древний Рим, он был славен всеми этими извращениями. Садомия, зоофилия, педофилия, ну и так далее. Геронтофилия, всеми извращениями, это ужас. Современная Европа неоязыческая стала, не просто стала неоязыческая, а все то вернулось. То есть, когда они говорят, что Европа стала атеистической, мне смешно, когда я смотрю даже в этом репортаже по телеканалу «Россия-1», она не стала атеизмом, мы уже много раз говорили, это масонское культное суверие направлено на христианское мировоззрение. Вот эти господа, отобрав у людей Христа, привели Европу, как и называть старушку Европы, опять к язычеству, где нормальному человеку уже негде просто слова. Видим, Трамп победил, да, сейчас США. Вы же слышали, сколько миллионов, два миллиона вышло извращенцев против него. И они мотивируют тем, что он фашист, а спрашивается, в чем он фашист? В том, что он выступает за традиционную пополам разделил из 50 на 50. То есть за и против Трампа. У меня друг Виталий живет в США, он говорит не совсем так. За Трампа примерно, примерно, где-то 52-53%. Ну, можно сказать, что пополам, но нет. А за Клинтон меньше, чем половина. Просто против него восстали все представители меньшинств. То есть она далеко не пополам. То есть вся та традиционная белая, Христа Америки, она почти за него. Подавляющее большинство вот этих классических англосаксов, классических протестантов, христиан, ну и не только католиков, часть православных, они за него. А за Хиллари выступает именно объединение вся гадость. Это извращенцы всех видов. То есть она не пополам, потому что если, допустим, Трамп уйдет, то эти же змеи будут между собой в банке, как пауки, ну или как вот, они будут между собой бороться. Просто они объединились традиционалистом. При всех его минусах, его там сложно назвать христианином, но просто что он выступает за традиционную семью, уже плюс. А они против него все восстали. И называют фашистом смешно. Представляете, если ты выступаешь за христианство, ну да, то есть за традиционную семью тебя обзывают уже такими страшными итальянскими терминами. спрашивается, где Муссалин и где Трамп. И причем здесь политика, ну просто геополитически это не грамотно, кто политику изучает, терминологию обзывать. Человек, который ну просто хочет любить женщину, быть нормальным мужчином, его уже вешают на него ярлыки всякие. Это просто смешно. Это все знаешь, откуда корни растут? Еще в шестовеке, как, ну не помнишь, старцы наши говорили, святые, что если женщина потеряет стыд, мир не спасется. Это же все откуда идет? Эти корни растут вот и женской самостоятельности. То есть мужчина сегодня настолько подвластен женщине. Это в Америке особенно прослеживается. Ну да, это, я думаю, вот Иоанна встречал у старцев наших православных встречал и множество таких было. Об этом даже еще раньше говорил Антоний Великий. Да, это мы встречаем. Это мы можем встретить даже в нашей русской традиции, в русском старчестве. Сатана в аду через женщину он как бы погубил первый мир, тот святой мир, рай погубил и он опять же через женщину погубит этот мир. Все через женщину. Ну может быть я, знаете, не сторонник огульного именно пола обвинять какой-то. Безусловно, в традиционной семье мне очень понравилась есть такая знаменитая лекция у отца Олега Стеняева глобализм и домострой, где он очень четко показывает, что с точки традиции русской домостроя, что женщина должна быть в полном подчинении мужчин. Я полностью согласен, но на мой взгляд я могу, конечно, ошибаться. Все-таки дьявол будет действовать везде. Пол это не имеет роли. Конечно, когда человек теряет традиционный образ жизни и традиционный взгляд на жизнь, конечно, все переворачивается. Ну, как бы там ни было, первый инстинкт мужчин это женщин. Не то, что в половом плане, а все внимание мужчины направлено на женщину. В любом случае. Согласен. И то от настроения женщины зависит мужское настроение полностью. Согласен. Есть доля правды. Согласен. Просто видите, я всегда говорю в категориях многие. Я не говорю, что, знаете, вот если я с кем-то общаюсь, допустим, с своими друзьями или родственниками, я встречаю такую тенденцию, когда, допустим, у меня там, пример, я не говорю, что по факту, какая-то сестра или знакомая начинает говорить, вот там парни плохие, нет достойных ребят. Я всегда их останавливаю, говорю, нет, подожди, ты можешь говорить о многих, но ты не можешь говорить за всех. Я говорю, ты можешь говорить о процентах, например, 70. Потому что есть определенный процент, который, допустим, не любит вас, женщины, там извращенцы. Есть определенные люди, у них нет такой психологической эмоциональности, они сдержаны. Определенный процент, мы можем говорить, может быть, о многих. С каждым годом он уменьшается, этот процент. Согласен. Мы можем говорить о тенденциях, а за всех мы говорить не можем. Потому что я знаю случаи, когда женщины бывают абсолютно уникальны и умом, и силой. Безусловно, их роль быть на своем месте, но разные случаи бывают. И ума, и... Я причем замечаю за женщинами, ну, после 40, те, которые уже, ну, сегодня разводов 70%, можно сказать. И вот уже за несколькими я видел разведенными женщинами, которым уже за под 40, под 45, 50 лет, они обвиняют себя. Они говорят, какая была дура, что я не слушал своего мужа. Какой бы он ни был, его надо было слушать. Полностью согласен. Так и есть. Вот тут я полностью согласен. Многие девушки, они строят свою жизнь именно эмоционально. И они многие вещи понимают именно с годами. Как вы правильно сказали, после 40, после 50, а кто и после 60. Ну, к сожалению, некоторые вообще не понимают. Но большой процент женщин, я тут полностью согласен, они понимают, что мужчине сложнее. Им в каком смысле женщина психологически легче пережить многие вещи. Мужчине сложнее во многих моментах. Несмотря на то, что женщина там и рожает, им где-то внешне кажется сложнее, но они психологически устроены по-другому. И они в каких-то моментах сильнее. И когда проходит время, они понимают, что действительно они были дурами. Что действительно нужно прислушаться к мужчинам и быть более с пониманием, снисходительной относиться к мужчине. Потому что мужчина это с этим другое. Я помню, когда он был юноша, у меня была девушка, и мы с ней сильно поругались, у нас какой-то был конфликт. Я не знаю, что это было чудо какое-то. Подходит ко мне мужчина, но он как-то шел уже ко мне и разговаривался, и говорит, ты знаешь, друг, ты знаешь, брат, он даже о Боге что-то говорит, меня так удивило. Вот что меня удивило. Он говорит, мы мужчины и женщины как с разных планет, ты должен это понять. Я удивился, откуда он мог знать, что у меня была проблема с моей девушкой, то есть конфликт. Он так говорил, как от Бога. И действительно, я тут согласен. И вот современная ситуация, когда все перевернуто, когда женщина не знает свое место. Мы же видим, как в том же исламском мире, где там Катаре, в Саудовской Арарии, в Турции, где женщина загнана на свое место. Как женщина себя ведет? Она подчиняется мужу, она знает, что глава муж. А у нас до 1917 года и до сих пор у многих старообрядцев так и есть, когда женщина находится на своем месте. Она знает и понимает. Мужчина и женщина первоначальное предназначение это чувственное и умовое целое. Это одно целое. Согласен. Просто видишь, ведь Сатана настолько разделил, что сегодня чувства и ум не могут найти друг друга. Согласен. И вот эта эмоциональность, и вот о чем я хочу сказать, часто и губит женщина. Потому что с возрастом, когда я там за 50, за 60, ну за 40, как вы говорите, у них уже многие, ну не у всех, у многих эмоции остывают. И они начинают додумывать, Они умом начинают. Да. Как я была не права. Я же потеряла счастье. Я-то думала, а счастье-то было вот. Потому что многие не видят своего счастья. Я это согласен полностью с вами, Сергей. Красные неоязычники, они и загубили всю жизнь на Руси у нас. То есть все, что мы сейчас пожинаем, к сожалению, это вот плоды 17-го года. И к сожалению, вот эти новые идеологи красного, красной идеологии, типа Старикова или Федорова, они если не понимают, они, наверное, не понимают, что они народ ведут в широкий путь как раз туда, куда человек погибнет. Потому что плоды как раз именно чисто религиозные. То есть мы уже сегодня, как правильно Сергей упомянули, дьявол он разделяет и вот эта идеология, она рождена именно теми силами, которые воюют против Бога. А женщины, Сергей, согласен, это вопрос очень такой сложный. Кстати, кто же, по-моему, сказал из философов, мне из головы вылетело, что ищите женщину, да, что бывали случаи в Средневековье, когда конфликты начинались. А это даже не философы, это французский поговорка такая. Шер-Шелефан, да? Шер-Шелефан, да. А оно так и есть. А между прочим, это полиция во все времена как бы еще Шер-Шелефан, по-моему, говорил, в любом деле всегда замешаны женщины в любом преступлении. Ну да, многие совершают преступления ради женщин. Любви к ним, страсти. Ну, я просто хочу ради справедливости сказать, что бывает и женщины достойной, чтобы нас не обвинили. Я такой пример могу привести. У Кураева есть книга, называется «Церковь в мире людей», если я не ошибаюсь. И там есть такой вопрос, кстати, такой феминистический. Кураев задал, это по-моему, книга 2004-го или 2005-го года, и Кураев какая-то феминистка стала задавать вопрос. Говорит, вот ваша христианская аскетическая литература, она вся против женщины правильная. Он говорит, Кураев очень четко кидал такой аргумент, что вспомните, что превыше всех ангелов, архангел, кто у нас? Не нужно говорить, что он у нас такой уж неприязненный женщина, но превыше всех ангелов, архангел, престая Богородица. Хочу ради справедливости отметить, что мы не должны только женщин обвинять. Если дьявол будет искушать, он будет любого человека искушать. видишь, Господь, возможно, ну, не раз в Библии говорит, что Господь раскаялся, возможно, Господь раскаялся, что Он создал мужчину и женщину, и что в мире теперь новом, да, в раю не будет ни женства, ни мужского пола, но будут все подобны ангелам. То есть, вот это в разделении, оно недопустимо. А, кстати, по-моему, в религии у викингов, в мифологии у них, да, что человек должен, они же не зря же приносили в жертву, валькирии там всякие у них были, чтобы, ну, в их, так называемом, раю было насложнение. Также это, я знаю, в исламе встречается, что гурии там, кто у них, все-таки наша вера, наша религия, связь с Богом, она духовная, и она не подразумевает никаких физиологических. Апостол Павел сказал, что не слышал ни уха, да, там, да, не видел глаз, что Господь приготовил любящим него. Кстати, я уже вам сегодня показывал, просто, чтобы не идти, долго идти до туда. Вот есть книга Игумена Энн об одном древнем страхе, я, кстати, вам порекомендовал, вы сторонник, у Игумена Энна есть книга «Не бойся малое стадо», где он на основании Евангелия, кстати, полностью ваши все взгляды формулирует. Игумена Энн, он, кстати, там приводит примеры именно святоотеческие, добротолюбие, Евангелие, и вот ссылки начинаются, «Не бойся малое стадо», я с вами согласен. Субтитры создавал DimaTorzok